Факт 1. 60% всей анимации, что существует на нашей маленькой планетке, это японское аниме. Только на территории Японии находятся более 430 аниме-студии. В целях повышения эффективности работы над сложными проектами студии иногда работают вместе. Факт 2. Если аниме претендует на мировую известность, то его выход в свет практически всегда сопровождается выпуском различной сопутствующей продукции. Игрушек, например, предметов, одежды с изображением героев и тому подобное. Именно продажа сопутствующих товаров зачастую приносит производителям больше прибыли, чем непосредственно прокат аниме. Факт 3. Первое аниме, которое прославилось за пределами Японии, был сериал «Астробой» 1963 года. Кстати, это первое аниме, выходившее получасовыми сериями в Японии. Факт 4. Первое аниме, которое показали в СССР, был «Летающий корабль». После выхода фильма в СССР появились первые советские поклонники японской анимации. В создании аниме принимал участие Хаяо Миядзаки, а также его супруга. Факт 5. Покемоны и Сейлор Мун вовсе не такие мега-хиты, как принято считать у нас. Особенно это касается Сейлор Мун. Нет, конечно, это признанный представитель популярного жанра маха-сёдзе, но для японцев не сильно более того. А вот для нашего комьюнити считается эталоном, с которого началось шествие аниме по России. Да и покемоны туда же, хоть они и уверенно захватили весь мир, но первоначально они были игрой для геймбоя, и только потом появились как манго и аниме. А вот что реально считается бомбой, так это вышедший в 1995 году Евангелион. Икона жанра меха, так сказать, библия анимешников и невероятно обширный культурный феномен, про который наши предки лет через 200 будут говорить как о чём-то решающем в развитии анимации. Ну, возможно, точнее. Факт 6. Евангелион создавали, чтобы проверить, что приемлемо для аниме, а что нет. Чего стоит только одна его концовка. Факт 7. В Японии на печать комиксов тратится больше бумаги, чем на производство туалетных рулонов. Манго составляет примерно четверть всей публикуемой в Японии печатной продукции. В отличие от американских и европейских комиксов, которые читают в основном подростки и, так скажем, фанаты-ботаники, манго создаётся же для людей всех возрастов. По оценкам экспертов, приблизительно 95% всего населения Японии регулярно читают мангу, а оставшиеся 5% хоть раз, но читали. Факт 8. В Японии термин атаку используется в негативном ключе для описания людей, которые чем-то одержимы. Не обязательно это должно быть аниме. Это может быть игры, собирание различных фигурок или даже предметов. В России же атаку называют именно те, кто увлекается аниме-культурой. И данное слово не является большим оскорблением, а некоторые даже сами себя так называют. Факт 9. Существует правило, из которого ещё не было исключений. Если по манге выходит аниме, продажи первые возрастают как минимум на 10%, в среднем на 30-40%, а в случае атаки титанов и вовсе на 70%. То есть можно выпустить отстойненькую такую мангу, снять по ней отстойненький такой сериальчик и купаться в золоте. Факт 10. Есть определённая теория, что цвет волос в аниме подбирается нерандомно. Тут всё хитро и продумано, ведь цвет волос указывает на определённые черты личности героя. Сейчас я вам назову парочку, а вы подставите под тех героев, которых знаете и напишите в комментариях, сошлось или нет. Вот, например, рыжий цвет волос говорит о том, что герой хитрый, темпераментный и слегка бесоватый. Красные волосы говорят о том, что герой любит приключения и они являются довольно страстными людьми. Ну и пусть будет голубой. Такие герои интеллектуально развиты, разумом доминируют над чувствами, вежливая, спокойная и застенчивая. Пишите в комментариях, сошлось с вашими героями или же нет. Факт одиннадцатый. Аниме «Призрак в доспехах», выпущенный в 2002 году в жанре киберпанка и детектива, очень сильно повлиял на кинематограф. Он вдохновил Вачовски на создание «Матрицы». Это можно наблюдать в похожих сценах, которые демонстрируются в трилогии. Кстати, дуэт сесёр Вачовски, а ранее известный как «Братья Вачовски», получил известность именно после создания фантастической трилогии «Матрицы». Также Кэмерон и Спилберг не скрывают, что не по-детски фанатеют от фильма и скорее пересмотрят его, чем потратят время на какой-то ожидаемый блокбастер. Факт двенадцатый. Самый длинный аниме-сериал – это «Садзая Сан», который выходит с 1969 года по сей день. В нём больше 7500 серий, общей длительностью примерно по 25 минут. Хвалённая Санта-Барбара чисто для сравнения почти в 3,5 раза короче. Факт тринадцатый. После выхода диснеевской «Белоснежка» и «Семи гномов» в 1937 году очень сильно впечатлились японские мультипликаторы. Так что в те годы и вплоть до середины века они тренировались делать что-то крайне похожее. Ну типа про говорящих животных и смелых людей, с песнями, плясками и на тему народных сказок. Кстати, примерно сразу же со стартом развития аниме появилась такая важная и полезная вещь, как цензура. Японцы разделили свою анимацию на «для всех» и на «пятнадцать плюс». К сожалению, у нас до сих пор иногда скидывают всё аниме в одну возрастную кучу. Факт четырнадцатый. Японская анимация развивалась не на чистом энтузиазме и таланте. С самого начала их очень активно поддерживало и спонсировало государство. Отсюда вытекает один минус и масса плюсов. Минус состоит в том, что некоторые мультики стали инструментом для массовой политической пропаганды, особенно в военное и послевоенное время. Плюсы – это всё остальное. Постоянное финансирование позволило индустрии анимации вырасти в самостоятельную, полноценную и крайне важную для государства отрасль. К сожалению, не все страны сочли этот пример удачного вложения действием, которое стоит повторить. Факт пятнадцатый. Советские приключения пингвинка Лола сняты совместно с японскими анимационными студиями. То есть технически этот мультфильм можно считать первым российским аниме. Фильм рассказывает о приключениях двух юных пингвинов Лоло и Пепе. Не знаю, как вы, а я, можно сказать, вырос на этом мультфильме. Конечно, были и другие, но и этот я помню очень отчётливо. Кстати, в середине девяностых этот мульт вошёл в сборник лучших советских мультфильмов. Факт шестнадцатый. Культовое аниме «Тетрадь смерти» была запрещена в Китае, так как местные фанаты этого аниме начали массово покупать тетради и записывать туда имена всех, кого ненавидели, в надежде на то, что они умрут. Запрет был разработан для защиты физического и психического здоровья студентов от материала, который вводит в заблуждение невинных детей и искажает их разум и дух. Ой, что же я только что прочитал. Факт семнадцатый. Все знают аниме Наруто, многие смотрели, но остальные хоть раз, но слышали о нём. А вот знали ли вы, что одного из любимых персонажей многих людей из этого аниме могло и не быть? Изначально Масаши Кишимото, автор Наруто, не планировал создавать Саски. Он появился неожиданно для самого Масаши. Издатель настоял на том, чтобы в истории появился таинственный и загадочный, так сказать, задира. И уже после этого он начал развивать его как персонажа. Факт восемнадцатый. Издатель Ван Писа боялся, что серия не проживёт и пять лет. Тем временем за окном середина 2019 и это 22 год существования манги. За это время было написано больше 90 томов и 930 глав. Ну а также выпускается аниме с 1999 года и по настоящее время. Оно насчитывает больше 900 серий. Факт девятнадцатый. Самым кассовым аниме всех времён до 2016 года является, естественно, произведение Хаяо Миядзаги «Унесённое призраком», которое собрало 276 миллионов долларов. В 2016 году выходит полнометражный аниме-фильм Макото Синкая «Твоё имя» и буквально за полгода оно обогнало по кассовым сборам «Унесённых призраками» и на данный момент он насчитывает больше 357 миллионов долларов. Кстати, до выхода этого аниме первые три строчки топа кассовых сборов санимали произведения Хаяо Миядзаги, а именно «Унесённое призраками», «Ходячий замок» и «Рыбка-понью на утёсе». Ну и последний факт номер двадцать. По мнению многих экспертов, так называемый «золотой век» аниме давно закончился. А закончился, потому что пришёлся на 80-е годы. Этому предшествовали активные 70-е с их зарождением таких ключевых жанров, как меха, пророботов, сёдзе для девочек и началом скромного проникновения на запад. К «Золотому веку» отнесли по-настоящему революционную навсекаю из «Долины ветров», с которой началась легендарная студия Дибли, а также Акира с его крайне сложным сюжетом и 24 кадрами в секунду против обычных 8-12. Ну и, наконец, прародитель жанра сёнэн «Жемчуг дракона». Я уверен, что многие из вас узнали что-то новое для себя. Я благодарю всех, кто досмотрел ролик до конца. Спасибо вам большое. Вы можете подписаться на мой канал и поставить лайк. Всем удачи.